Братья и сестры, примите привет с Хабаровской, это Дальний Восток России. Конечно, американцы говорят себе Сибири, но все это действительно, это мое миссионерское служение, это Хабаровский край. И я украинка из Украины, поэтому с Украины тоже искренне привет. Но знаете, когда был карантин, мне больше времени приходилось быть на Украине, и там я написала мою авторскую песню «В любви нет страха». Знаете, карантин он очень многих проверил. И то, что было видно и очевидно, то, что если у нас есть любовь, то страх он уходит. Действительно, только любовь может забрать страх и дать нам мир, покой и радость, и радость жизни, и благовестие. Я спою авторскую песню «В любви нет страха», потом расскажу немножко о служении. В любви нет страха, в любви нет греха, в любви есть сила и полнота. Любовь святая, любовь Христа, дороже жизни в ней красота. И только любовь способна прощать, и чистое сердце собой наполнять. Любите друг друга, любите Христа, живите в согласии и слабьте Творца. В любви причина, в любви благодать, любовь всесильно сердца изменять. В любви законы, в любви благодать, в любви есть слабость, и смысл. И только любовь способна прощать, и чистое сердце собой наполнять. Любите друг друга, любите Христа, живите в согласии и слабьте Творца. В любви нет страха, в любви нет греха, в любви есть сила и красота. В любви причина, в любви причина, в любви есть жизнь, в любви есть радость, покой и смысл. И только любовь способна прощать, и чистое сердце собой наполнять. Любите друг друга, любите Христа, живите в согласии и слабьте Творца. Я хочу немножечко рассказать о служении. Когда мне было 19 лет, меня пригласили в Хабаровск, американские миссионеры. Там я работала на христианском радио, ФБС. Мы вещали на Дальнем Востоке, христианские программы. Сейчас это радио в Москве, в Санкт-Петербурге, это радио Теос. Я работала в прямом эфире, и поэтому была возможность говорить и в Англии, на Дальнем Востоке. И чтобы те, которые, ну, как и я, когда-то не знали, где Дальний Восток, то от Украины это 9 тысяч километров. Поездом нужно ехать от Москвы 7 суток, почти без остановок. Это в районе Китая, это в районе Японии и Кореи. То есть и на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, живут многие народы и народности, которые еще не знают Евангелия. Это на севере Дальнего Востока, там живут Нивхи, Эвенки, Чукчи, Итальмены, Баты, Ульчсы, Нивхи, Нанайцы. И вот в эти поселки мы едем зимой по зимнику. То есть там, вы знаете, среди тайги там нет дорог. Нам нужно, чтобы летом делать христианские программы. Это лагерь Заветмира. Мы едем туда, по рекам плывем. Несколько рек нужно проплыть на теплоходе, чтобы доехать до каких-то Нанайских поселков. А летом, зимой мы едем по застывшим болотам, по рекам замерзшим. И достигаем эти народы сейчас. Слава Богу, там есть церкви. Я помню, мы приехали в один поселок, он называется Победа. Мы проплыли три реки. И там, когда нас встретили на берегу, сказали, что мы обычно ставим палатки на берегу и ожидаем детей. Они приходят, потом приходят взрослые. Мы проповедуем Евангелие. И это делаем один раз, и второй, и третий. То есть это не просто как миссионерские поездки, это миссионерское служение. И в этом поселке в Победе я в школе видела человека, который читал Библию. Она у него была очень затертая. Я спросила, сколько раз он читал. Он сказал, он уже 20 раз Библию прочитал, но нет никого, кто бы туда доехал. Я сказала, мы проведем христианский лагерь, и потом наши служители приедут с Хабаровска, и они будут беседовать с вами, и они наставят вас на путь. И потом уже, он говорит, я даже и сам крестился, и свою жену покрестил в речке. Вот такие поселки. Ну, вы знаете, Господь действительно благословил. Сейчас там церковь, и в поселке Улике, это на Найске тоже деревня. Нам корейцы помогают. Я сама училась в Корее в библейской семинарии. И слава Богу, что служение продолжается. И то, что говорит Иисус Христос, что вы будете поведовать Евангелие до края земли, потому что действительно край земли. И если кто-то знает и помнит, то есть такой поселок Ванино, там есть 17 тюрем. И оттуда, туда приезжали, оттуда, из этих тюрем в течение 10 лет люди уезжали в ГУЛАГ. Это последнее, это край материка, откуда уходили теплоходы и увозили многих заключенных, в том числе и христиан, конечно, это в те времена, когда Сталин был. И в этом поселке сейчас тоже есть церковь. То есть, когда мы приезжаем на такие места, конечно, это очень важно проповедовать Евангелие там, где раньше были наши братья, сидели за веру, в тюрьмах, а теперь там уже Господь создает церкви. Поэтому, пожалуйста, молитесь. И тоже я работаю в детских домах. Дети, которые из детских домов, могут приходить ко мне на библейские занятия, или мы едем туда в Хабаровске. 15 детских домов, потому что там очень много людей пьют, большие убийства. Все эти дети, у них тяжелые судьбы, но, слава Богу, Бог их спасает. И он приводит к себе. И потом эти же дети, они когда вырастают и приходят в церковь, они принимают Христа, и они уже с нами едут на служение. И, слава Богу, даже есть один пример. Одна девочка, ее в три годика мама оставила на вокзале, потом мы были там в детском доме, когда ей было 13. Она уверовала, приняла Христа, и Бог изменил ее жизнь. И сейчас она живет в Израиле, она вышла замуж. У нее своя семья, и много таких примеров, когда именно как бы постоянно мы делаем добро в детских домах. И сейчас я уезжаю после 20-го из Киева в Хабаровск. Я планирую поехать, и мы хотим посещать на Рождество детские дома, дарить детям подарки, говорить о Рождестве, ехать туда снова на север. Поэтому, если вы хотите, вы можете приобрести мой диск, поддержать наше служение или взять миссионерскую карточку и молиться, потому что ваши молитвы, они нас будут всегда сопровождать. Нам нужны ваши молитвы и ваша поддержка. Я спою еще одну песню из моего последнего альбома о том, как Бог говорит с нами. Ты говоришь в слове твоем, Ты говоришь в сердце моем, Ты говоришь в Духе Святом, Ты говоришь ночью и днем. Бог мой, ты говоришь, Слышать меня научи Слово твое исполнять, Жизнью тебя прославлять. Голос твой нежный слышу в душе, Ты говоришь мне в тишине. Что б ни случилось, Слово твое исполнять, Жизнью тебя прославлять. В сердце моем слышу Тебя, Ты говоришь, что любишь меня. Твой голос, Боже, Слышу везде, Ты говоришь все ко благу Тебе. Бог мой, ты говори, Слышать меня научи Слово твое исполнять, Жизнью тебя прославлять. Жизнью тебя прославлять. Бог мой, ты говоришь, Бог мой, ты говоришь, Бог мой, ты говоришь, Слышать меня научи Слово твое исполнять, Слово твое исполнять. Боже мой, ты говоришь, Сердце тебя прославлять. Сердце тебя прославлять. Слово твое исполнить, Дорогая Церковь!